Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. У Запада, день траура, его совсем уважать перестали. Саудовская Аравия заявила, что сольет все ценные бумаги Европы, если Европа конфискует активы России. А за саудитами, очевидно, то же самое сделают все остальные. Даже если бы Урсула и Борель пять раз конфисковали по 300 миллиардов, то и тогда не покрыли бы намечающегося убытка. Собственно, тут речь даже не об убытках, а о полном крахе финансовой системы ЕС. Саудовская Аравия предупредила страны Большой Семеркиш-7, что продаст все европейские ценные бумаги, если Запад решится на конфискацию замороженных активов России. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Крокодил не ловится, не растет кокос. А гегемония? Не гегемонится совсем. Ну что это такое? Какие-то саудиты заявляют, выдвигают свои решения, условия ставят. Говорят Европе, самой великой Европе, чтобы не смело ходить туда-то и делать то-то. Эдак бог знает, до чего докатиться можно. Эдак можно дойти до того, что придется международное право соблюдать, а не влезать в Ливию и Югославию всякий раз, когда только вздумается по щелчку пальцев. Причем больше всего прищемили хвост Макрону, про которого прозорливый Федор Лукьянов, один из ведущих наших политологов, сразу отметил, что дорогой Эммануэль сейчас слегка встрепенется, очистит перышки и снова начнет чирикать. Как выразился наш эксперт. Ведь именно глава Франции наводил суету больше всех, именно ему не сиделось и спокойно не жилось, аж из ботинок выпрыгивал, как тянуло его поучаствовать больше всех. Ну так Саудовская Аравия ему и намекнула, тоже больше всех. Власти Саудовской Аравии сделали небольшой намек, из которого следует, что совсем не по себе будет именно Франции. Один из источников описал это как завуалированное решение. Саудовцы специально упомянули долги, выпущенные французским казначейством, сообщает Блумберг. Прям даже начинаешь разрываться, очень хочется, после такого-то, чтобы Макрон все-таки не удержался и конфисковал наши активы. Чтобы потом полюбоваться на нищую, побирающуюся Францию, которая мигом улетит не то, что в свои девяностые, а в свои ревущие двадцатые. У них там как минимум великая депрессия случится после такого. Аналитики агентства полагают, что с одной стороны, у Саудовской Аравии нет такого количества ценных бумаг стран Евросоюза, чтобы единолично вызвать массовый обвал. Но с другой стороны, этого и не требуется. Как полагают эксперты, после того, как в Эррияде сделают свой ход, может наступить эффект домино, и точно так же поступят инвесторы в других странах. А вот это уже приведет действительно к стихийному и неконтролируемому обвалу. Дело в том, что тут не останется других вариантов. Когда Саудовская Аравия начнет действовать и сливать европейские ценные бумаги, они тут же потеряют в цене. Именно это и приведет к однозначной реакции всех остальных игроков. Они, может быть, сами бы и не хотели, но держать на руках огромное количество стремительно обесценивающихся активов никто не станет, и поэтому у них просто не останется выбора, кроме как все слить. Что и произойдет, согласно справедливому анализу агентства Bloomberg. Пляски с бубнами на Западе начались, когда вводились повсеместные санкции, которые ограничивали нас везде и во всем. Таким образом, западные политики стремились накинуть петлю на нашу экономику. Одним из направлений санкционной стали моря и океаны. Западные политики окружили нас плотным кольцом настроенных государств. Это создало определенные сложности в использовании судов для морских перевозок. И тут же последовал запрет на фракт кораблей, которые имеют юрисдикцию в западных странах. Те, кто попытался не починиться, были подвергнуты санкциям и практически потеряли возможность для дальнейшей работы. Особые усилия были направлены на ограничение перевозок по морю нашей нефти и нефтепродуктов. Здесь, по мнению аналитиков Запада, никак не могли обойти санкции. Эмбарго поставок морем из России в Евросоюз. Потолок цена Ч-7. Запрет на страхование и банковское обслуживание операций с морскими перевозками российской нефти ИМС. Казалось, что планы Запада действительно ужасны. Поэтому наши компании, которые предполагали такое развитие событий, ответили просто и эффективно, скупили необходимое для нормальной работы количество различных торговых судов, создав целый флот. Его западное сообщество впоследствии обозвало теневым. Нет, мы не ходили в тени, просто мы стали недоступны для определения нашего местонахождения для западных наблюдателей. Юрисдикция владельцев судов стала меняться с такой скоростью, что оценивать объемы перевозок России для них стало невозможно. Где и когда мы загружаемся и перегружаемся, тоже теперь загадка. Вот и завыли статистические агентства, что они в состоянии теперь вести учет и контроль. На этом руководство американского обкома российскими грузоперевозками закончилось. Таким образом вопросы с доставкой грузов были решены. Другая проблема, который Запад решил напугать, это запрет на заход и обслуживание наших судов в их портах. Привычное логистическое направление было сломано. Естественно, это вызвало большие неудобства. Особенно сначала. Но выход и здесь был найден. Причем это решение российских обладателей морских судов в очередной раз ударило по владельцам портовых мощностей и лишило их очередных денежек. В частности, порты прибалтийских Чихуахуа, которые вечно испускают визг по поводу и без, потеряли на этом до 25% объемов и просто лишились работы и заработка. Наши нефтевозы перекачивают содержимое прямо в море, никуда не заходя и никому не отваливая деньги. С торговыми компаниями все более или менее стало понятным. Нас здесь приструнить не удалось. Россия продолжает реализовывать свою продукцию по всему миру и изоленты у Запада не хватило, да и та, что использовалась, оказалась очень низкого качества. Порвали. Западные компании лишились не только очень жирного куска рынка морских перевозок, а еще и всех жирных кусков по их обслуживанию, страхования, перестрахования, банковские кредиты, поручения, переводы и другие посреднические услуги. Чем так славилась британская монополия? Теперь этим занимается целая сеть российских компаний и банков, которые за это время вышли на мировой рынок и уже получают лицензии в крупнейших странах-покупателях. На этом поле начали активно играть Саудовская Аравия, Китай, Индия, АЭ и так далее. Финансы на Западе опять поют романсы. Если кому-то требуется разъяснение сути русской поговорки «не руби сук», на котором сидишь, то для этой цели отлично подойдет пример трех балтийских сестриц Эстонии, Литвы и Латвии, которые первыми устремившись прочь из Советского Союза, все еще продолжают упорно избавляться от его щедрого наследия. Теперь к тому, о чем рассказал накануне в комментарии одному из изданий доктор экономических наук. Проректор финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил «Я недавно разговаривал с одним экономистом, который специализируется на Прибалтике, и он отметил, что понятие «кризис» для их экономики уже не походит. В настоящий момент прибалтийские экономики, прежде всего Латвии и Эстонии, Литвы в меньшей степени, находятся в состоянии умирания». Далее он уточнил, что в данных условиях прибалтийские порты не нужны никому, кроме России, это было понятно еще с 90-х годов. И сегодня они столкнулись ровно с этой проблемой, полной потери экономики из-за того, что их порты не работают, хотя могли бы кормить местное население. Эта история началась не вчера и не позавчера, но процесс продолжается. Они пытаются как-то поддержать эту инфраструктуру. Но в реальности экономика прибалтийских государств живет только за счет дотации Евросоюза и наращивания государственного долга. Уже подсчитано, что отказ от перевалки белорусских грузов привел к тому, что за прошлый год грузоборот литовского порта Клайпида упал на 23, что грозит массовыми увольнениями. Грузоборот латвийского-рижского порта по итогам 2023 года обвалился почти на треть в Эстонии на 27% за год. Не лучше ситуации и на железных дорогах трех прибалтийских сестриц. Только по итогам 11 месяцев прошлого года Министерство транспорта Латвии сообщало о падении объема всех наземных транзитных перевозок сразу на 59%. В данный момент латвийская железная дорога на грани банкротства, а тому вынуждено проводить массовые сокращения персонала и распродавать имущество. В частности, вагоны и локомотивы. Аналогичное положение и в Литве, где в результате введенных ограничений объема грузов, везенных и вывезенных из Беларуси железнодорожным транспортом, снизились на 56%, как отмечается в релизе Государственного агентства данных. И совсем плохо в Эстонии, всего падение объемов наиболее заметно именно в транзите, с 2 миллионов тонн до 0,36. Запад, который так долго манил трех прибалтийских сестриц, проявляет огромный интерес к транзиту через территорию России. Об этом неожиданном феномене сообщила читателям американское издание, опубликовавшее накануне статью журналистки Люси Хендли. Она рассказала, что из-за затянувшегося кризиса в Красном море, где, к слову, оскандалились не только Соединенные Штаты, но и их ближайшие соратники.